всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас будет очень интересный обзор на интересную гарнитуру от компании hyper x модели orbit с семейства cloud но если вы посмотрите на эту надпись которую я вам указываю пальцем вы поймете что это не совсем hyper x и не совсем семейства cloud не оттуда ноги растут цена orbit s составляет в российской рознице сейчас 26 тысяч рублей естественно у этой гарнитуры есть прообраз это одессе мебиус ценой где-то 33 35 тысяч рублей есть еще младшая модель этих самых пресловутых orbit s это обычные орбиты цена на них где-то 21 тысяча рублей в чем между ними отличия на бумаге отличий на самом деле не очень много одиссеи классические мебиусы поддерживают беспроводной режим работы в то время как orbit s и orbit это исключительно проводные варианты в мебиусах есть по в мебиусах есть датчик положения головы в orbit s тоже есть датчик положение головы а вот в орбитах обычных этой технологии не имеется для чего она расскажу во второй части видео хорошо 26 тысяч рублей магнитопланарная технология я сейчас не буду вдаваться и описывать вам ее я просто скину две ссылочки первая ссылочка будет на саму эту гарнитура и описание а вторая ссылочка будет о магнитопланарной технологии то есть и за динамические наушники ну ладно 26 тысяч рублей и посмотрим какой же офигенный в кавычках набор нам предоставляет компания hyperx и одиссея ну то что здесь имеется вот такая вот гарнитура всем и так понятно что у нас имеется дальше вот такой вот люксовый чехол с чехнее с чехлением с тиснением hyperx сделан просто из какой-то футболки или как от колготки цена наверно в китае 30 центов очень люксово дальше кабель короткие без оплетки usb type-c usb type-c для чего для использования со всякими планшетами и ноутбуками следующий кабель у нас четырёхполосный трехмиллиметровый трёх с половиной миллиметровый джек на четырёхполосный трех с половиной миллиметровый джек тоже без оплетки очень короткий что как бы намекает это не для пока а для всяких консолек мобильников и тому подобное а вот что нам говорит о том что вы должны вот это и И только это использовать. Это вот такой вот длиннющий, колбасообразный, толстый, тугой кабель в оплётке. USB Type-C. Классический USB. Он длинный и он совершенно неповоротливый. И хорошо передает всякие звуки по типу колокольного эффекта в гарнитуру. Ну и, конечно же, набор макулатурки. Куда же без него. И, соответственно, штанга микрофона. Присоединяемая с поп-фильтром. Хорошо гнётся. Именно к её строению и её длине у меня абсолютно никаких претензий нет. Никаких дополнительных переходников. Ни заботы о том, кто хочет использовать эту гарнитуру. Например, со звуковыми карточками дискретными. Здесь нет. Так что идите нафиг, дорогие друзья. Что по самой гарнитуре. И давайте начнём вот с этой чаши. Это левая чаша. И у нас здесь просто рассыпь всего. С этой части у нас имеется диод, сигнализирующий нам о работе этой гарнитуры. Включена она, не включена. Какой у неё заряд. Включение-выключение самой гарнитуры. Включение-выключение микрофона. Дальше, что мы здесь имеем. Шаттл регулировки громкости. Он не имеет окончания, не имеет начала. Крути сколько влезет. При USB подключении регулирует системную громкость. При 3,5-мм джеке работе по нему. Он просто регулирует громкость самих наушников. Регулировка громкости микрофона у нас сделана по такому же принципу. Что у нас в этой части. Здесь подключение 3,5-мм джека. Здесь USB Type-C коннектор. Вернее, гнездо для работы и зарядки по USB. Дальше у нас гнездо для подключения микрофона. И кнопка выбора режима и включения-выключения 3D-эффекта. Для чего это все нужно? Во-первых, у нас здесь достаточно кутс ЭПО, которое у нас по большому счету является эквалайзером, прошивальщиком и настройкой этого самого пресловутого 3D. В наушниках есть аккумулятор. И с этим аккумулятором они могут работать 10 часов без подключения по USB. Для чего это нужно? Здесь интересная технология виртуализации 3D. Она работает не только по USB-подключению, но и по аналоговому. Это ее разительно отличает от конкурентов. Если раньше вы могли использовать 3D только через какой-то определенный софт и только через внутренние процессоры, которые обрабатывают исключительно цифровой сигнал, то теперь здесь есть виртуализация, которая работает и по аналоговой части. И для того, чтобы эта виртуализация работала, здесь имеется аккумулятор, потому что по аналоговой части питание идет недостаточное для функционирования всех этих микросхем. 10 часов работает, проверено, реально 10 часов, и это, на мой взгляд, очень мало. Плюс чашка греется. В общем, поехали дальше. У нас здесь закрытое акустическое оформление. Чашки выполнены из пластика, покрытые soft-touch пластиком и нанесенными краской-логотипами. Никакого металла, никакого тиснения, все это затрется, заляпается, ай-ай-ай. Дальше поехали. Крепление чаши у нас, пластиковая вилка. Спасибо большое за резиновый демпфер, который мешает нам тереться дополнительно вот этим ребрам. Это они проработали. Молодцы. Теперь пойдем к очень странным делам. У нас здесь вот так выполнено сочленение. Оно крутится, ну, где-то чуть больше 90 градусов. Но самое интересное, что нас здесь ждет, вот такая фигня. Какой-то серебристый пластик. Ну, ты думаешь, наверное, металл с внутренней части. Берешь, смотришь. Металла с внутренней части тоже нету. Да и вообще, они какие-то вот в оголовье очень легкие. Я очень надеюсь, что внутри все-таки есть металлическая скоба. Как настраивается все это дело? Ну, я думаю, через некоторое время все это разработается и будет слетать. Оголовье у нас выполнено из, опять же, матового пластика. Вернее, пластик, но здесь софт-тач покрытие. И нанесенный HyperX логотипчик тоже краской. Что будет с ним? Большая-большая загадка. Через некоторое время, естественно. А что у нас по оголовью? Оголовье у нас вот такая маленькая подушечка. Единственное, что она реально memory foam. Долго принимает исходную форму, сохраняя вот эти вот все изгибы. А теперь посмотрим на амбушюры. В комплекте с амбушюрами у нас ничего нету. Никаких сменных, никаких запасных. И это за 26 тысяч рублей. Спасибо, что пометили, где L, где R. Размер внутренний их достаточен. Глубина их, как вы видите, очень большая. Это приятный на ощупь кожзам. Я не знаю, что с ним будет через несколько лет. Возможно, он все-таки начнет сыпаться. Но пока он очень и очень приятен. Да и сами амбушюры мягкие и близки к эталону. И если вы посмотрите, вот так вот я поиграю на свет, то здесь можно лицезреть то, что здесь нет классических динамиков. Естественно, здесь магнитопланарные излучатели. Все. С конструктивом мы закончили. Кстати, закрытое акустическое оформление. И посмотрите, какой интересный профиль этих самых пресловутых амбушюр. В теории проработано. На практике давайте разбираться. Что, у тебя джигурда, я скажу тебе да. Все, что касается использования этой гарнитуры. Orbit S. И давайте начнем, конечно же, мы с ее посадки. Смотрите. Визуально выглядит вполне себе привлекательно. Что касается их размеров. У меня ребенок есть. Ему нету 4 лет. Так вот, на отсутствие выдвижения оголовья они сидят на его голове. Я не знаю, может у него уже голова такая большая. Но суть остается сутью. А я с обхватом 63 см выдвинул их где-то на 40-50%. То есть, вы понимаете, запас для головастиков есть. Само положение на голове, на мой взгляд, неплохое. Гарнитура тяжелая. Стоит это иметь в виду. Поэтому она прям для большей устойчивости на вашей голове, прям ее сильно плотно обжимает. И это тоже стоит иметь в виду. Гарнитура тяжелая и обжимает вашу голову. Почему сделано вот такое тонкое маленькое оголовье, которое еще направлено кпереди, для меня большой вопрос. Поэтому этот конструктив все-таки где-то спустя 3-3,5 часа требует отдыха. Что еще требует отдыха? То, что здесь нет велюровых амбушюр. Поэтому, а учитывая такое, знаете, плотное облегание и плюс ко всему вот этот кожзам, который прям плотно въедается в вашу кожу, ушки будут потеть. Ушки будут потеть капитально. Касаемо размеров самих амбушюр, тут без претензий ушная раковина находится полностью внутри. Никто, ничто не давит ни на какие выпирающие части ушной раковины. И самое главное, вот эта вот верхняя часть уха, которая чуть заворачивается, она не достает до площадки излучателя. Тоже стоит иметь в виду, глубина у них достаточная. Касаемо материалов, вот тут на самом деле сложный вопрос. Почему? Потому что гарнитура сделана, если не взять в расчет ее вес, сделана она по обычному, не на 26 тысяч. Где там кожаное мощное голове, где большие подушки, где кайф от использования, как в Bayer, как в AKG 712, когда ты одеваешь наушники и просто балдеешь от того, как они сидят. Этого здесь нет. Что касается звукоизоляции, звукоизоляция достаточная для того, чтобы вас не слышали. Но при этом вы должны ощущать хотя бы что-то вокруг себя. Это все они выполняют. Вас не услышат. Вы при выключенном каком-то звучании, то есть молчащих наушниках, вы будете слышать более-менее, что происходит в комнате. Если включите что-то, какой-то звуковой режим, звуковое сопровождение, то скорее всего вам постучат по плечу и скажут, «Ты что меня не слышишь?» «Ну блин, встал из-за компьютера, дебил!» Ну, суть вы поняли. Звукоизоляция достаточно. В том числе и из-за мощного прижима и прям мощных таких амбушюр, которые въедаются в кожу вокруг ваших ушных раковин. Что касается микрофона. Штанга большая, достаточная, поп-фильтр, но есть вопросы к звучанию. Это, наверное, одна из немногих гарнитур, где USB звучит лучше, чем звуковая карточка. И у меня сейчас стоит АЕ7. Я подключал по выносному блоку. Я подключал прямо в карту дикие наводки. Она так чувствительна к наводкам, как ни одни другие гарнитуры. У меня сейчас нету STX-2, чтобы протестировать что-то прям капитальное-капитальное. Но это просто невозможно. Поэтому я оставлю вам запись исключительно для ознакомления. По USB она звучит лучше. Слушаем. Тест микрофона гарнитуры HyperX Cloud Orbit S. С кричащим ребенком сзади. С Машей там барбоскинами тоже сзади. Максимальная громкость. И слушаем. Раз за три, раз за три, раз за три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Полные штаны говна. Запись микрофона гарнитуры Orbit S уже в который раз через АЕ7. Максимальное качество. Усиление 10 децибел. Максимальная громкость на наушниках. И скорее всего будет какой-то жесточайший шум. У меня сейчас под рукой нету STX2, чтобы проверить, проблема это карточки или проблема это самой гарнитуры. Но суть вы поняли. Через штатный USB микрофон не хуже, а наверное даже предпочтительнее. Но очень надеюсь, что буду иметь возможность попробовать ее на STX2. Ну и в целом микрофон можно описать как достаточен. Не эталонный. Потому что, на мой взгляд, Eclipse, HS1, Cooler Master MH751 играют, записывают микрофон совершенно не хуже. А некоторые моменты даже лучше. Что уж говорить про Sennheiser. Здесь, как всегда, HyperX сделали просто достаточный микрофон. И за 26 тысяч рублей это никуда не годится. Да, возможно вам хватит для скайпа, контры и тому подобное. Но, увы и ах, ценник обязывает. Теперь поговорим о звучании. И звучание я вам расскажу. Знаете, что сначала мы начнем со стерео. Со стерео через ULong D200 и AUN S2. Просто стерео без всякой 3D виртуализации. Ну что сказать. Давайте пробежимся по АЧХ. Да, высокие, хорошие, достаточные, разборчивые, не цыкающие. И оставляющие после себя очень хорошее впечатление. Средние частоты это вишенка на торте. Вокал изумителен. Как по позиционированию на сцене в панораме, так по тембру. Щипковые вот эти вот инструменты. Все очень здорово. Средние частоты здесь просто бомба. Одни из самых лучших, которые я слышал вообще в игровых наушниках. И не побоюсь этого слова, стерео наушниках. Бас. Бас он качественный. Нельзя сказать, что он эталонный. Нельзя сказать, что он прям вау-вахный. Бас здесь адекватен. Он быстр в меру. Он обеспечивает неплохую подушку. С учетом того, что это закрытая гарнитура. Эта подушка прям хорошая. Нормально вам барабанную перепонку внутрь вожмет. Но на этом все. Он не вызывает каких-то восторженных эмоций. Таких, что прям ты... Господи. Там крыльчатка вертолета. И ты прям содрогаешься от нее. Очень быстрая работа барабана. Нет. Он просто достаточен. То есть, высокие, хорошие, низкие и великолепные средние. Что касается панорамы. Составлена она очень хорошо. Все инструменты, все исполнители находятся на нужных местах. Единственный вопрос к панораме. Только то, что это закрытое акустическое оформление. Она подзажата. В остальном претензий никаких нет. И несмотря на то, что это очень сбалансированные. Это очень качественные наушники по звучанию. Это отличный средний частотный диапазон. Они не вызвали у меня ощущение какого-то капитального балдежа. Они очень хорошие. Но я думаю, даже динамические наушники стерео в ценнике где-то 20 тысяч будут играть некоторые модели даже лучше. Здесь объективно звучание относительно стерео наушников где-то на 12-11 тысяч рублей. Так что имейте в виду. Но никак не двоится 6. Что касается работы по USB. Опять же стерео. Все практически то же самое. Мне понравилась работа внутренней электроники. Но, как всегда, немного не хватает баса. Бас становится плосковатым. Серединка становится плосковатым. Пропадает вот эта вот самая телесность. Такое вот ощущение интересное. Присутствует больше, как бы вам это выразить, с каким-то подходящим словом, электронщины. Но в целом, да, вот знаете, звучание не вызвало отторжения. Достойно, достойно и еще раз достойно. Что касается работы 3D. Вот тут самое интересное. 3D может работать не только по USB, но и по 3,5-мм джеку. Как это достигается? Из-за того, что здесь внутри присутствует процессор обработки. И здесь присутствует аккумулятор, который работает в любом случае 10 часов при аналоговом подключении. Используете ли вы 3D или используете ли вы просто наушники с 3,5-мм джеком. Работает он, паскуда, практически всегда не больше 10 часов. И каждый раз он тебе говорит low battery, low battery. Таким, вы знаете, женщина, которая в дешевых китайских наушниках звуковое оповещение говорит вам low battery. И получается так, что вроде бы ты не используешь 3D, вроде бы ты используешь 3,5-мм джек, но аккумулятор жрется. Может быть, это сделано для того, чтобы раскачать вот эти самые излучатели. Но это лишь мои догадки. В любом случае, суть есть суть. Поэтому по работе 3D вы можете скачать определенное ПО с сайта HyperX. Вы его запускаете. Если не словили сразу баг, если не словили сразу краш, скрин будет на месте, то, возможно, вам получится настроить гарнитуру по трем-четырем папочкам. Во-первых, вы ее можете прошить. Во-вторых, вы можете настроить работу 3D, то есть откалибровать положение вашей головы относительно центра земли. Вы можете настроить размеры вашей головы и обозначить размеры комнаты. Оказывается, это все немного влияет на общую картину. Чем больше ваша голова, тем больше комната, тем пространство вокруг вас чуть раздувается. Во второй вкладке есть пресеты эквалайзера, но это нам не надо, потому что мы всегда работаем по дефолту, что называется. Итак, звучание 3D с реакцией на поворот головы. Очень необычно. Первые 5 минут. Потом привыкаешь, не замечаешь. Профита. Профита. Не получаешь. Не знаю. Не знаю, для чего это, кому это, как это. С учетом того, что в 3D пространство вокруг вас раздувается, но при этом чуть скрадываются средние частоты. А для киберспортсмена средние частоты это все. Я вообще не вижу смысла использовать 3D виртуализацию. Может быть какой-то вау-эффект, может быть киношки. Но в играх это строго-настрого, на мой взгляд, отключайте. Потому что в обычном качественном стерео здесь ключик для получения информации. Это средние частоты. Во всех остальных случаях 3D виртуализации еще с поворотом головы. Это все скрадывается. Но это уже оставим для фильмов, может быть и для каких-нибудь казуальных бродилок. Может быть это там зайдет. Но, честно сказать, ребят, я не оценил. Ну и каков итог-то всего этого? Что вам сказать, ребята? В этих наушниках на самом деле единственное качественное, прям вот качественное-качественное, это звучание. Да, почерк Одиссеев. Есть почерк Одиссеев. Хорошая панорама, хорошее пространство, хорошее позиционирование. Все четенько, средние частоты божественные. Высокие, хороши, низкие, адекватные и тоже хороши. Микрофон такое себе. Конструкция можно было бы сделать и получше. Материалы объективно какой-то недотяг. Отсутствие работы по Bluetooth, ну для кого-то это минус. Слабый комплект, просто однозначно. Ну и вы понимаете, все это складывается в картину, что 26 тысяч это просто катастрофический перебор. Да, вы сделали наушники, которые по звучанию лучше, чем, например, Sennheiser. Game One, Game Zero. Это объективно. Это факт. Но при этом все остальное в них, по-моему, даже хуже. И если вы не так заморочены на планарах, если вы не так заморочены на том, чтобы получить гарнитуру, любые динамические наушники там за 12-13 тысяч от хороших именитых брендов, плюс какой-нибудь микрофон в стиле бум, и вы получите гарнитуру прям вообще реально достойную. 26 тысяч за Orbit S. Это оверпрайс. Оверпрайс, оверпрайс, и еще раз оверпрайс. И еще один момент, который я забыл вам сказать. Это наушники, которые очень сильно ловят наводки. Везде. Я вообще не видел столько наушников. Вот у меня было много наушников, и хорошо, из них процента два реально что-то ловили. Но тут ловит все. При подключении к ПК, при подключении к звуковой карте, при подключении к звуковой карте через выносной пульт, через U-Long D200 и IUN S2. Чтобы получить отсутствие вот этого низкочастотного, еле заметного гудения, схожего с белым шумом, вам придется постараться сделать так, чтобы ваша земля у вашего компьютера была просто божественная. Во всех остальных случаях вот такое вот гудение. Ладно, оверпрайс, оверпрайс и еще раз оверпрайс. Но зато классное звучание. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok